Это Volkswagen Jetta 2020 года, и это хорошая маленькая машина. Когда-то она была той самой хорошей маленькой машиной, компактным седаном, который вы приобретали, если хотели что-то чуть получше, чем Honda Civic или Toyota Corolla. Но за последние несколько лет продажи резко сокращались, и людей, похоже, больше не особо интересует Jetta. Сегодня я буду обозревать эту машину и объясню, что происходит. На самом деле, я могу сказать, что происходит с продажами Jetta очень-очень быстро. Кроссоверы! Лучшим годом по продажам у Jetta здесь в Соединенных Штатах был 2012, когда они продали почти 185 тысяч экземпляров. В прошлом году им удалось продать чуть больше половины этого, даже при том, что Jetta была совсем новой, подвергшейся полному редизайну моделью. Взгляните на этот график, чтобы увидеть спад продаж Jetta за последние 10 лет или около того. Так что же произошло с этими покупателями? Ну, вот еще один график. Это продажи компактного кроссовера Volkswagen Tiguan за тот же период. В 2012-м Volkswagen продали всего лишь 34 тысячи Tiguan. В прошлом году они продали почти в 4 раза больше. Похоже, что все те, кто интересовался Jetta как премиальной альтернативой обычной компактной машине, теперь интересуются Tiguan как премиальной альтернативой обычному компактному кроссоверу. А тем временем продажи Jetta находятся в упадке. Так заслуживает ли она этого? Ну, сегодня я буду обозревать эту Jetta и выясню. Но сперва краткие сведения. Цены на Jetta начинаются где-то от 20 тысяч долларов и поднимаются до этой модели SEL Premium с дилерской ценой чуть менее 30 тысяч долларов. Все модели Jetta переднеприводные, и они все оснащаются четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,4 литра, мощностью где-то 150 лошадиных сил и крутящим моментом 250 ньютон-метров, кроме приспортивной Jetta GLI, которая оснащается такой же двухлитровой турбо-четверкой, что и VW GTI мощностью где-то 230 лошадиных сил. Для моих заграничных зрителей Jetta довольно интересная аномалия, поскольку хэтчбэк Golf намного популярнее Jetta почти на всех рынках, кроме Северной Америки. Но здесь, где мы традиционно предпочитаем седаны хэтчбэком, Jetta по-прежнему опережает по продажам Golf примерно в три раза, даже несмотря на свои падающие продажи. Но сегодня я буду обозревать Jetta и проведу для вас подробный обзор, и покажу вам все ее интересные фишки и особенности. Затем я выкачу ее на дорогу и буду водить, а потом я оценю ее по шкале Дага. И если вас интересуют актуальные цены на Volkswagen Jetta в России, то кликайте по ссылке из описания, чтобы перейти на Автору. Там есть множество предложений, и выбрать из них наиболее выгодное по цене и понять, в рынке ли вообще то или иное предложение, теперь стало еще легче. Для этого просто обращайте свое внимание на обиджики хорошая цена и отличная цена. Они показывают, насколько выгодным является предложение, исходя из параметров автомобиля, года, региона, пробега и многих других факторов. Например, вот Jetta всего за 465 тысяч рублей. Пометка об отличной цене говорит о том, что это предложение выгодное. И машина продается ниже рынка. Только не забудьте перед покупкой все проверить. Цена, это, конечно, хорошо, но состояние и документы тоже должны быть в порядке. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности новой Jetta внутри. И должен сказать, салон довольно приятный. Огромное улучшение по сравнению с предыдущей Jetta. И здесь все равно не люксовая машина, но все выглядит намного лучше, чем в старой модели. Малоизвестный факт про меня. У меня на самом деле была Jetta предыдущего поколения в качестве корпоративной машины, когда я работал в Porsche. Она была ужасной, салон был жутким. И приятно видеть серьезные улучшения в этом новом поколении. И дело не только в самом дизайне салона, его стиле, но еще и в качестве сборки материалов, в том, как они выглядят и в том, какие вызывают ощущения. Когда вы трогаете кнопки и переключатели, ничего не люфтит и не болтается, все кажется хорошо собранным, хорошо сделанным, как бы подтверждая премиальную репутацию этой компактной машины. И вдобавок, к относительно высококачественному салону в этой машине есть и некоторые приятные функции за такую цену. Вот эта стоит около 28-29 тысяч долларов, и в ней есть охлаждение сидений, и довольно здорово иметь эту функцию. Во многих машинах за такую цену или в более дорогих ее нет. Еще здесь есть подогрев сидений, это не так неожиданно, но с водительской стороны вы можете заметить, что кнопка подогрева сидений также включает подогрев рулевого колеса. А вот это уже немного неожиданно, подогрев рулевого колеса в машине за такую цену. И говоря о вещах с охлаждением и подогревом в этой машине, одна вещь, которая понравится многим в этой машине, климат-контроль полностью на кнопках и переключателях. Здесь нет никаких встроенных в мультимедийную систему регулировок климата, и таким образом вам не нужно заходить во всякие меню или экраны, только чтобы включить кондиционер или поменять, откуда он дует. Все это можно сделать данными кнопками. И говоря о мультимедийной системе, когда впервые сев в эту машину, я поначалу был удивлен, что этот экран позволяет вам делать только одну вещь одновременно. То есть, например, у вас включена навигация, но вы хотите сменить радиостанцию, вам нужно закрыть указание пути в навигации, перейти в раздел радио, сменить станцию и затем вернуться в навигацию. Большинство машин предлагают как бы разделенный экран, чтобы вы могли держать ваш маршрут и ваше радио на том экране, и вам не нужно было переключаться, чтобы видеть все вместе, но не Volkswagen. Но! Затем я обнаружил, что можно взять карту навигации и перенести ее на экран приборной панели. А затем я обнаружил, что можно ее сделать огромной на экране приборной панели. Так что у вас, по сути, получается карта на полный экран приборной панели. И еще, все, что захотите на мультимедийном экране, это даже лучше, чем компоновка с разделенным экраном, если задуматься, потому что оба экрана огромные. То есть вы не жертвуете размером экрана, чтобы видеть то, что вы хотите. Вы можете видеть полную карту и полное радио. Но в этом экране есть некоторые весьма интересные фишки, потому что он даже уж слишком настраиваемый. Например, вы можете перейти в информацию о машине, выбрать температуру масла, и тогда можно сделать огромное ее. То есть можно свернуть все остальное, чтобы у вас было гигантское отображение вашей температуры масла, если вдруг вам такое понадобится. И далее другая интересная вещь приборной панели, связанная с системой старт-стоп, которая глушит двигатель, экономит топливо, когда машина остановилась. Когда эта система включена, приборная панель вам об этом сообщает. Но если вы ее отключаете, она вам сообщает, пожалуйста, активируйте систему старт-стоп. Она хочет, чтобы ее включили, и она вежливо вас просит с пожалуйста. Знаете, что самое интересное? Можно сделать огромным и это, чтобы она просила вас, пожалуйста, включи старт-стоп, даже еще больше, чем раньше. И еще одна интересная вещь приборной панели, одно из показаний приборов, которые можно на нее вывести. Это ваша высота. Как видите, она показывает мою текущую высоту, и она будет обновляться в реальном времени, пока вы едете. Это в основном полезно людям, которые ездят по бездорожью и по скалам в своих автомобилях. Не то, что вы ожидаете увидеть на дисплее в джете, но оно там есть, если вам хочется увидеть, на какой вы высоте. Но несмотря на то, что это были некоторые забавные вещи в экране приборной панели, больше всего мне нравится, что здесь вообще есть этот экран. Он придает этому салону настоящее ощущение ауди за гораздо более низкую цену. И в этой машине просто куча технологий безопасности, некоторыми из которых можно оттуда управлять. Здесь есть мониторинг слепых зон, ассистент удержания полосы, который будет заруливать вас обратно в вашу полосу. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение при опасности лубового столкновения, система предупреждения движения транспорта в пересекающем направлении. Это действительно высокотехнологичная машина практически со всеми современными системами безопасности, которые могут вам понадобиться. И далее мы переходим к мультимедийному экрану, центральному экрану. Здесь тоже многое может понравиться, как, например, тот факт, что он распознает приближение моей руки. И зацените, сейчас экран показывает то, что показывает, но когда я близко подношу руку, на нем выскакивает больше элементов меню. Я не трогаю экран. Когда он так делает, он просто распознает, что моя рука приблизилась. Я убираю руку, и эти элементы меню пропадают, чтобы экран был менее загроможден, поскольку я не собираюсь его трогать. Но когда он распознает, что я опять собираюсь его коснуться, то, как видите, эти элементы меню появляются обратно, а затем исчезают и появляются обратно, в зависимости от нахождения моей руки, поблизости от экрана. Вот это крутой маленький штрих. Далее, другая вещь, которая мне очень нравится в этой системе, это экран под названием потребители энергии. Клигайте по нему, и он покажет, какие аксессуары потребляют энергию и повышают расход топлива. Как видите, сейчас ничего нет, но если я включу климат-контроль, как видите, он показывает, что климат-контроль потребляет энергию, и он показывает, сколько энергии он потребляет. Когда я его прибавляю, потребление растет. Круто иметь такой экран на случай, если вы хотите выяснить, что можно отключить, чтобы сэкономить энергию и снизить расход топлива. Но в любом случае, несколько весьма интересных фишек этой мультимедийной системы. Одна тот факт, что когда вы задали пункт назначения в навигации и уже готовы приказать ей вас туда направить, одной из опций можно выбрать «добавить прицеп». Так что если вы буксируете прицеп вашей 147-ми сильной джетой, вы можете дать знать об этом навигационной системе, и тогда, я полагаю, она не будет направлять вас на очень узкие дороги или на дороги с крутыми поворотами, чтобы у вас не возникло проблем с перевозкой прицепа. Вместе с тем, пара недостатков. Первый – экран немного маленький по сравнению с соперниками. Нечрезвычайно маленький, особенно для компактных машин. Во многих он приблизительно такого же размера, но все больше и больше экранов становится все крупнее и крупнее, и вот этот уже начинает казаться немного маленьким. И далее, вот еще кое-что интересное. В настройках можно выбрать рынок информации о движении, который вы хотите видеть. Но они включили в список лишь несколько городов, где-то 7 или 8. И извини их, Хьюстон, ты не прошел отбор, хотя твоя региональная агломерация больше, чем половина городов в этом списке. По-видимому, Volkswagen думает, что в Хьюстоне нет автодвижения. Полагаю, Volkswagen никогда не стояли на развязке 610 в час пик. Но отбор он не прошел. И этот список такой маленький здесь нет. Атланты, Майами, района залива Сан-Франциско здесь нет. Вам придется выбирать из этого ограниченного числа рынков, иначе, полагаю, не будет никакой информации об автодвижении. И далее заканчиваем с элементами управления в мультимедийном экране. Давайте поговорим о кнопках, а именно о том факте, что в этой машине множество заглушек по обе стороны от рычага переключения передач. Как видите, есть место для восьми кнопок. Но только три из них заняты. Я уже вам сказал, что это максимальная комплектация джеты. Так, для чего же они все могут быть? В какой-то момент задаешься вопросом, не думают ли Volkswagen, что пустые кнопки — это элементы отделки. И поэтому они просто сюда их добавляют, поскольку считают, что они хорошо выглядят. Ну, не выглядят, это действительно заставляет думать, что вы не взяли несколько опций, но в этой машине мне не кажется, что это так. Здесь просто заглушки, которые никогда не будут разглушены. И далее переходим к бардачку. Здесь лежит навигация Volkswagen. Она в футляре для DVD, хоть это на самом деле и SD-карточка. И когда вы его открываете, вы можете заметить группу рисунков, показывающих, что вы можете и не можете с ней делать. Например, да, ее можно держать. Нет, за это ее держать нельзя. Нет, ее нельзя сгибать как резинку. Нет, ее нельзя посыпать пылью. Да, можно положить ее в футляр. Нет, ее нельзя выбрасывать. Нет, на нее нельзя клеить скотч. Нет, ее нельзя мочить. Спасибо вам, Volkswagen, за эту чудесную инструкцию в картинках о том, как обращаться с SD-карточкой. Очень полезная информация. И далее мы переходим к заднему ряду в новой джете. Первое, что вы заметите, когда сюда сядете, что здесь на удивление просторно. Особенно для компактной легковой машины. Мои колени умещаются без проблем, голова умещается без проблем. Тут сзади не огромное пространство, но явно достаточно места, опять же, особенно для маленького седана. Я думаю, по замыслу Volkswagen, так как эти джеты в основном продаются здесь, в Северной Америке, они делают их чуть побольше под вкусы американских покупателей. Одна интересная вещь тут сзади, что здесь есть подогрев задних сидений. Это здорово, нажимаете эти кнопки, он включается, никаких проблем. Хотя, как ни странно, здесь нет задних вент-отверстий. Очень редко можно увидеть более роскошную вещь, как подогрев задних сидений, а потом отсутствие довольно распространенной стандартной вещи, как задние вент-отверстия. Уж не знаю, почему Volkswagen решили сделать одно, но не другое, но вот так они здесь сделали. И далее переходим к сигналу. Как правило, я не упоминаю сигнал в обычных машинах. Я упоминаю его только когда он странный или в какой-нибудь безумно особенной машине. Но мне придется здесь его упомянуть, поскольку это должно быть самый смехотворно звучащий сигнал в автоиндустрии. Вот, послушайте. Не стоит и говорить, что если вы ввяжетесь в перепалку на дороге за рулем джеты, вероятно, у вас не возникнет никаких неприятностей, потому что остальные люди просто начнут над вами смеяться. И далее перемещаемся сюда, назад. Вы можете видеть багажник джеты, и он довольно большой. Очень глубокий, очень далеко уходит назад, что впечатляюще. Крупнее, чем багажник в Королла и во многих других компактных машинах. Опять же, довольно большой багажник для маленького седана. Хотя, помимо этого, в данном багажнике нет вообще ничего интересного. Это всего лишь багажник. И далее я хочу поговорить о стайле гейкстерьера. И если честно, это одна из вещей, которая мне не особо нравится в новой джете. Фактически в последней паре джет. Она просто выглядит пресно, как бы обезличена. Честно говоря, по-моему, если бы вы попробовали нарисовать некую легковую машину или некий седан, то, скорее всего, у вас получится именно вот такая форма. Они стремились, что называется, к самому безобидному консервативному дизайну, какому возможно, чтобы не раскачивать лодку и теоретически не расстраивать и не отпугивать покупателей. И в результате она просто не очень интересная, она слишком пресная. Лично мне нравилась джета четвертого поколения, которая продавалась здесь, в Северной Америке, с 99 по 2005. Вот это была красивая машина с красивыми очертаниями. Вот это кажется в сравнении с каким-то пресным разочарованием. И, наконец, мы перемещаемся под капот джеты. И, как я упомянул, она оснащена турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 литра. Мощностью где-то 150 лошадиных сил, что нормально для этого класса и с крутящим моментом 250 ньютон-метров. А это довольно здоровый показатель. Все модели джета в Североамериканской спецификации оснащаются этим двигателем, за исключением GLI при спортивной, которая оснащается тем же двигателем, что и GTI. Это сильно отличается от линейки джета в прошлом. Раньше была джета гибрид, конечно, был дизель, были различные варианты бензиновых двигателей, но Volkswagen урезали линейку джета до только этого двигателя и GLI. Полагаю, чтобы угодить до сих пор довольно большому количеству людей, но еще чтобы существенно снизить затраты. Потому что финансовое положение Volkswagen уже не такое здоровое после их скандала с выбросами дизелей. Стоит упомянуть еще одну примечательную вещь, пока я тут снаружи. Это ключ. Во-первых, на кнопке паники кнопки сигнализации изображена как бы сработавшая сигнализация и убегающий человек. Полагаю, потому что вы включили сигнализацию и спугнули его, не дав залезть в вашу машину. Довольно интересный способ это изобразить. Еще в этом ключе есть удаленный запуск. Если вы нажмете кнопку запереть, а потом нажмете эту маленькую круглую кнопку X два дважды, машина сама заведется, как вы можете видеть. Далеко не многие машины это делают за такую цену в сегменте компактных машин. Довольно здорово это иметь. Итак, это фишки и особенности Volkswagen Jetta SEL премиум 2020 года. Теперь пора выкатить ее на дорогу и выяснить, как она едет. Ладно, еду на джете. Джета прошлого поколения была действительно нехорошей машиной. Что отличалось от предыдущих джет, которые правда обладали заслуженной репутацией таких компактных машин получше, чем, знаете, японские, корейские, американские соперники. Но прошлое поколение было плохим, поэтому когда я сел вот в эту, у меня были довольно низкие ожидания. Но я рад сообщить, что эта машина лучше, чем я от нее ожидал. Салон намного лучше, чем я думал. Здесь много хороших технологий. Вероятно, одна из самых высокотехнологичных компактных машин. Настраиваемость экрана приборной панели лучше, чем я видел во многих машинах, которые стоят в пять раз дороже. Она, правда, хорошо сделана. И тогда главным вопросом становится впечатление от вождения. И здесь есть всякие плюсы и минусы. Что-то может понравиться, и, по-моему, самое главное, это просто какая-то машина просторная, относительно комфортная. Много места в салоне, спереди, сзади, в багажнике. В этой машине хорошо использовано место. И она просторная, и большая, и... Никаких претензий. Но сами по себе впечатления от вождения немного унылые. Силовая установка просто не является ничем иным, как силовой установкой компактной машины. Если вы покупаете джету, думая, что получите какую-то спортивную немецкую машину, ну, она собрана в Мексике, у нее 147 лошадиных сил, она не мощная. И ситуация с силовой установкой немного расстраивает, потому что раньше у них были джеты разных уровней, и можно было взять базовый бензиновый двигатель и быстрый бензиновый двигатель, и GLI... Ну, теперь этого нет. Теперь вы остались только с одной силовой установкой, или же поднимаетесь до самой GLI. Этот двигатель нормальный, и по меркам компактных машин он вполне приемлемый. Тут нет проблем, в нем нет ничего плохого. Просто он явно не быстрый и не особо подходит для обгона на трассе. И хотя здесь довольно мощный показатель кручащего момента 250 ньютон-метров, она не кажется мощнее многих других соперников. Она приблизительно такая же, как и любая другая компактная машина на данный момент. То есть раньше джета давала вам чуть более спортивное ощущение от вождения по сравнению с другими компактными машинами. Теперь это Mazda 3. И я думаю, здесь вы получите имя немецкой марки Volkswagen и приятный салон и хорошие технологии, если подниметесь до более высокой комплектации. Стоит заметить одну вещь про показатели продаж, которые я приводил ранее. Несколько лет назад джета «Спортваген» была переименована в «Гольф Спортваген». И поэтому показатели продаж джеты чуточку снизились, потому что универсал больше в них не входил. Но она все равно никогда не составляла значительную часть продаж здесь в Соединенных Штатах, так что это не так уж сильно повлияло на упадок джеты. Настоящая причина — рост кроссоверов и фольксвагеновский собственный Тигуан. Если вы, правда, твердо решили приобрести компактную машину, да, это определенно одна из лучших, в которой я бывал. Салон намного лучше, чем у «Короллы». «Тойота», конечно, предлагают гибридную «Короллу», аналога которой у «Фольксваген» нет, и это дает ей некоторые преимущества по расходу топлива. Но это хорошая машина, хорошо сделанная, и 5-8 лет назад эта тачка была бы просто бомбой в данном классе. Но сейчас это просто еще один седан, который, похоже, никто не хочет покупать. Итак, это «Фольксваген» Jetta SEL Premium 2020 года. Это хороший маленький седан, и это отличная джета, огромное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, и, честно говоря, одна из лучших джет вообще. Просто, похоже, до таких седанов никому уже нет дела, и с каждым годом все все больше и больше интересуются кроссоверами. Но если вы все же интересуетесь джетой, ну, теперь пора оценить ее по шкале Дага. Начинать с выходных категорий и стайлинга. Джета в порядке. Пресная, обезличенная, неуродливая и непривлекательная. Она получает 5 из 10. Ускорение разгоняется с 0 до 100 за 7,6 секунды, за что она получает 1 из 10. Управляемость посредственная, и она получает 3 из 10. Фактор веселье низкий. В этой машине нет вообще ничего веселого, и она получает 1 из 10. Фактор крутости тоже низкий, хотя не на самом не этой категории. Она получает 2 из 10, тваря итоговую выходную оценку до 12 из 50. Далее, последневные категории и функции. Эта джета удивительно хорошо оснащена, и она получает 7 из 10. Комфорт нормальный для этого класса, возможно, чуть получше, и она получает 6 из 10. Качество хорошее, особенно в плане материалов салона, и она получает 7 из 10. Практичность средняя для такой машины, и она получает 5 из 10. Наконец, стоимость, учитывая уровень оснащения, эта машина, правда, выгодная покупка, и она получает 7 из 10, тваря итоговую повседневную оценку до 32 из 50. Складываем вместе оценку по шкале DAG 44 из 100, что ставит ее сюда в сравнении с некоторыми другими компактными машинами и кроссоверами. Джета немного обходит Corolla гибрид, поскольку Volkswagen чуть больше вау-фактор и получше технологии, но по большей части Джета просто хорошая, не более. Достойная машина, но не особенная, но, опять же, для большинства людей, кто такую покупает, это именно то, что нужно. Перевод и озвучка от студии ExoSphere. Перевод и озвучка от студии ExoSphere. Перевод и озвучка от студии.